С выпадом снега руководители КСК в течение трёх дней должны организовать своевременную уборку дворов, крыш, домов и тротуаров от снега на леде и сосулек. Много снега. В первую очередь это требование. Обычно по правилам благоустройства три дня дается на уборку всей территории дворовой. Но мы три дня не ждём. В первый день, если это много снега, они все входы чистят, дворники, и небольшую тропинку вычищают, чтобы люди могли пройти. На следующий день они от бордюра до бордюра. Согласно нормативам, тротуары дворовых территорий должны очищаться от снега и наледи до асфальта. В случае сильного гололёда дорога должна обрабатываться песчано-солевой смесью. Однако на деле не всегда дворники имеют возможность выполнять свою работу так, как это прописано в нормативах. Особенно это касается чистки крыш от снега и сосулек. У нас все крыши скатные, и туда пустить рабочих одного или двоих – это очень опасно. По технике безопасности не рекомендуется вообще на крышах быть зимой. Естественно, можно рабочим залазить на плоские крыши, но обычно там сосульки не собираются. Поэтому сосульки сбивают как могут. Чаще всего договариваются с жителями верхних этажей и убирают сосульки с окон или балконов при помощи обычных палок. Что касается снега, что счищается с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, то его должны складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта или движению пешеходов. Кроме того, эти места должны предусматривать отвод талых вод. Получить технические условия для подключения к холодной воде и канализации для жителей города стало намного проще. Для этого нужно лишь написать заявление в Управление архитектуры и градостроительства Алматы. Затем запроектировать и согласовать сеть, провести монтажные работы по строительству и предоставить исполнительную съемку построенной сети, установить прибор учета, предоставить акт СРЭУ, оплатить за врезку в центральную сеть и заключить договор на услуги водоснабжения и водоотведения. При этом нужно учесть, что для выдачи технических условий или их отказе необходимо соблюдать определенные требования, а именно технические условия могут выдаваться только в том случае, если подключение нового абонента к центральному водоснабжению не повлечет за собой нехватку воды для других потребителей. В действующих тарифах не включены затраты на проектирование и строительство каких-либо дополнительных инженерных сетей. И поэтому в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, выполнение проектных и строительных работ по подключению объектов к водопроводу и канализации возможно за счет средств собственников объектов. Более подробно ознакомиться с условиями подключения к центральному водоснабжению и водоотведению можно на официальном сайте холдинга Алматы Су www.almatysu.kz или позвонив в колл-центр предприятия по телефону 377-74-44. Субтитры создавал DimaTorzok